Ксюша! Моя! Солнышко лесное! 60-летняя! Такая красивая была когда-то! Ну, Ксения, наверное, перепутала. Тут нет такого солнышко лесное, есть там у лесное. Ну, это не у меня. Это был, короче, Маркина Стерна и Ксении сообща коротко. А вообще, я хочу сказать, что нет хода без добра. Я к тому, что приехав после Сочинского ДТП в Москву, где Ксения Собчак оставила за собой несколько трупов, выпускает на своем канале очень интересное интервью, хочу сказать. И, пожалуй, стоит признать, что ранее ни у кого из интерьеров не удавалось то, что удалось Ксении раскрыть эту личность так, как она ее раскрыла. Да и, может быть, и личность сама ранее не была готова раскрыться. Но, в общем, это интервью реально получилось четкое клевое. А я же хочу показать несколько моментов. Ну, вот, например, то, что сейчас волнует Соловьева очень сильно и остальных, кто возмутился тем, что не так отозвался Магништерн о великой победе, как того они ожидали. Давайте вместе с вами поймем, что же он такого сказал, что на него все накинулись. Я, например, очень большой патриот. Но это же вопрос, как это подать. Понимаешь, когда ты условно в армии не служил, но ты с окровавленным носом в каске поешь классическую советскую киевскую. Ну да, я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, которая состоялась уже сколько? 76 лет назад, по-моему, да, и до сих пор из года в год тратятся на это миллионы. Это празднуют. Всем что-то пытаются, не знаю, скрепы, может, это какие-то. Я не понимаю. Ну, блин, наверное, гордиться просто нечем. Может, поэтому. Но, блин, вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря. Ну, а для тебя победа Великой Отечественной – это что? Ну, круто, молодцы. Ну, двигайтесь дальше, как бы. Делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях. Празднуйте их. Но, блин, нет, что-то пока празднуем только то, что прошло 70 с лишним лет назад. Ну, я предлагаю вообще эту историю на две части разделить. Во-первых, почему это у лесное? Даже на уровне монтажа. Ну, можно было на уровне монтажа, если уж ты не смогла это на уровне интервью сделать. Сделать это так, чтобы… Надо же понимать, в какой стране мы живем, что за эту тему реально как бы могут притянуть и подрезать так, чтобы это не выглядело, не задавали лишние вопросы. Нет, это не было сделано. Ладно. Это ее дело, ее как бы жизнь. А второй Моргенштерн. Ну, человек 23 года. Ну, кому? Ну, хорошо, что он вообще знает об этом событии, о этой великой победе, о этом подвиге, который совершили наши предки. А что вы хотели, чтобы он расплакался? А вы еще скажите, что 15-16 лет будет высказываться, почему он не отдал должное победе. Ну, ребята, они живут в другом мире. И давайте вообще как бы быть рады, что он помнит об этом событие. И я вообще считаю, что да, давайте действительно как бы облагодарим тех, кто с нами сейчас за эту победу, кто был к этому причастен, не забывать эти события, но двигаться дальше тоже. Ну, правильно он говорит, давайте двигаться дальше. Победа, молодцы. Ну, что он на своем сленге, коротко сказал, молодцы. То есть, ну, это можно раскрыть, а давайте двигаться дальше. Ну, это его как бы, да. Давайте новые информационно-космические технологии. Кстати, космические технологии, мы тоже ранее очень крутыми были. Поэтому ничего такого противоестественного или конфликтующего я в этом не вижу, как видит тот же самый Соловьев. Поэтому давайте двигаться дальше, смотреть интервью и что будет далее сказано. Торебрендинг сейчас. Для себя пожить хочу. Для себя. Давно этого не было. Это как для себя? Для себя? Ну, когда тебе похуй, ну, не совсем похуй, да, ну, типа, ты не паришься за каждый граммчик жира, да, за то, что о тебе пишут в интернетике, за то, как тебя воспринимают люди. Ну, тебе всегда было похуй всю твою карьеру, тебе на это похуй. Да, как сказать, это же, это же часть образа некая все-таки. Знаешь, вот это вот, когда ты кричишь, что тебе похуй, на самом деле, что тебе не похуй. Ну, вот, да, вот он, наверное, пожалуй, первый раз начинает говорить, что действительно это был мой образ, да, там, это я меняюсь, мне не настолько похуй, как я это говорю, да, ну, то есть это очень интересно, человек раскрывается, и свадьба тут, наверное, играет свою роль, и тут была показана его жена, ну, есть очень интересные моменты, давайте я сейчас немножко посмотрим. А как тогда отличить, когда тебе похуй ради образа, от реального не похуй? Да не знаю, мне кажется, это видно, знаешь, вот тот Моргенштерн, который как мальчик, ну, маленький, да, такой, ой, да мне похуй, что обо мне говорят, да обо мне говорят, не помню на вас всех, я ваш рот ебал, а сам читает все новости про себя, читает комментарии плохие, такой, ой, вы тварь, я вам покажу, блядь, ух, ненавижу вас. То есть я наигрался в шоу-бизнес, так сказать, в музыку, да, я занял там лидирующую позицию, удерживать ее мне неинтересно, мне интересно дальше идти, у меня большие планы, и они далеко не быть, блядь, на первом месте чартов. Кстати, вот это в очередной раз подчеркивает его, да, вот, настрой идти дальше, очень прикольно, кстати, да, то есть не надо удерживать, надо идти дальше, мне это нравится. А какие, какие планы? Слушай, банально прозвучит, да, но добро делать, хорошие вещи, в мир нести позитив. Мы сейчас, блядь, зарыдаем просто. Ну, попробуем. Мне кажется, что когда ты начал вот это все говорить, это как раз про то, что тебе стало очень неплохо, что про тебя думают люди, и ты воспользовался самым таким приемом. Нет. Типа, блядь, как же сделать так, чтобы больше не говорили, что Моргенштерн это мировое зло? Точно, благотворительность. Кто следит за инстаграмом, знает, что мы сейчас собираем бабки на жизнь, реквизиты в описании к видео. Я вот прям твой фанат с точки зрения того пиздеца, который ты устаешь, я прям всегда смотрю, думаю, заебись. В тот момент, когда вот началось вот это, детишки, блядь, и он сдался, и его жизнь сожрала, он тоже теперь хочет всем нравиться. Ну, видишь, у тебя просто позиция постоянно творить пиздец и делать говно. Ну, я не знаю, сколько тебе, шестьдесят? Шестьдесят пять. Ну, он нормально так, Собчак, это самое. Вот, и как ты до сих пор в это не наигралась? Не, не творить пиздец, а жить как тебе хочется. Не делать ничего ради того, чтобы кто-то сказал, какой он молодец, он денежки собрал. Пу-пи-пи-пу-пу. Раньше занимался благотворительностью на показ, было такое. Но вот тоже подчеркивает, кстати, вот на него будут наезжать, я ему предложу сказать, что это моя позиция, которую я неоднократно подчеркивал в этом интервью. Он же сообщает, говорит, тебе не надоело, мол, как бы, сам уже, как бы, ну, быть такой паскудой, там, ты не хочешь пойти дальше? Я вот двигаюсь дальше, да, то же самое вот позиция по отношению к Великой Отечественной войне. Сейчас это как раз-таки вот мое желание, типа, понимаешь, пришло вот это понимание того, что жить-то, по сути, нужно не для своей личности, да, не для своего эго, а для мира, и тогда мир тебе возвращает больше. Класс. Но это же можно тихо делать, не без сториз тогда, просто помогать чаще тому. Это же, это же провоцирует, это же пример охуенный людям. Я же к этому. То есть хочешь стать примером для подража? Теперь хочу, да. Так желание всем, блядь, стать лучшим, оно достигнуто. Я не знаю, что мне дальше делать, я не знаю, чего я хочу. Прозже, смотри, ты правда сейчас человек, который, там, больше всего пользуется доверием у подростков. Ты победил во всех рейтингах доверия среди, там, молодых россиян. Это же огромный ресурс. И мне кажется, честно, вот даже твоя вот эта благотворительность, в которую ты вдруг вот так вперся, это тоже от некого, вот знаешь, что ты понимаешь и осознаешь, что да, мне нужно использовать этот ресурс. Ну вот по поводу благотворительности и его помощи этому ребенку, ну давайте так, да, там, мы никогда в жизни не узнаем истинных мотивов, да и мотивы бывают разными, они меняются, как и сам человек, как мы видим в этом интервью, что человек даже в этом интервью говорит, да, я хочу теперь быть примером, потому что я еще не знаю, что хочу. Но давайте жить человека по делам, да, то есть де-факто ребенку помогли, и это самое важное. Отчего все это, если я не могу вернуть людям что-то? Про благотворительность, я просто с мамой этого пацана пообщался, загорелся, охуел, меня очень сильно это вдохновило, вот, и поэтому мне интересно... У меня денег не хватает на это, я так не говорю ни в коем случае, нет, более того, я даже вот задумался, я тебе при нашей первой встрече говорил, что вот хочу теперь нести добро, да, хочу делать позитив, а буквально пару дней назад поймал себя на мысли, что а нахуя? А существует вообще карма, а существует ли вообще, ну типа, позитив, или я вообще запутался? А мне еще нравится этот момент, короче, ну кто заинтересуется, сейчас будет смотреть трехчасовое интервью, он очень много раз Собчак говорит, я запутался и так далее, потом, короче, в конце Собчак приглашает психолога, ты знаешь, я вот так проницательно, и я вижу, что ты не знаешь, что ты хочешь. И вот, короче, психолог этот тоже такой, там, ну, по большому счету детский садик был, но магништейн, как реально, как бы, человек заблудший, так сказать, ищущий какие-то выходы, такой, о, да, вот это, блин, где вы раньше были, это, как вот, мой друг приехал в Сочи сюда и отдал цыганкам там тысячу рублей за две ниточки, то, что она ему там что-то там наговорила, ну, это просто... Не знаю, что делать, понимаешь, вот ты, говорю, подловила меня в очень интересном состоянии, когда я и уже не Моргенштерн, и еще не новый Моргенштерн, я где-то промежуточная хуйня, которая не знает, что делать. Я устал, сука, я заебался, я хочу пожить и просто посидеть, почитать книжек, я заебался от медийной жизни. Кстати, смотри, не-не-не, я постоянно меняюсь, и мне это нравится, я как будто за свою жизнь уже прожил жизни семь, блядь, и все всегда кардинально, вот, я столько метаюсь туда-сюда, как ебучий маятник, не могу остановиться посередине, вот, не могу. В общем, кем бы не стал Моргенштерн завтра, сегодня он показывает тот же сообщак, что нужно меняться, и это я хочу сказать, что многие, да, в том числе и я, его недооценивали в плане того, что его творчество, да, это, безусловно, талант, но в его интервью прежние показывали его, как такого ограниченного человека, и сейчас он раскрылся и показал себя более многоградным. Я еще хочу показать вам маму Моргенштерна, чтобы, собственно, провести параллель, откуда, вот, что зарождается, и почему произошло его это формирование, да, и, наверное, ему просто когда-то кто-то не мешал. Давайте посмотрим, там, буквально минута. Секунду. Итак, стихи Алишера Моргенштерна читает Марина Моргенштерн. Как приятно смотреть, четыре годика, кстати, как приятно смотреть на снег, он блестит, словно во сне, и падают капли с неба, словно снежинки рассвета. А почему ты в четыре года, Алишер, писал лучшие песни, чем сейчас? Снег, это я прокатываю, ой. Сейчас хуй, соси, соси, хуй. Хуй, соси. Ты сейчас меня оскорбляешь или из песни что-то говоришь? А спасибо за свободу маме. Ты что? Я заработал свободу маме. А тебе нравится, знаешь, мне нравится, если кого-то кубоку, это вот, ну, стиль хайку, при помощи маленького количества слов, три-четыре слова, а человек говорит по-многому, и мне знаешь, что нравится? Я всегда пишу рецензии, да, Алишер, ну, в Телеграм. Это, знаете, если вас кто-то будет говорить, вам прям, вы несете какую-то хренатень, там, или тому же Моргенштерну, это стиль хайку можно отвечать смело. Я закладываю в это большой смысл. Ну, это и так, кстати, в этом есть смысл. Алишерка, мне вот эти, вот эти треки, я выделяю всегда то, что мне понравилось, и мне, знаешь, очень нравятся вот эти цепкие, такие цепкие выражения, ну, про кошелек, про кошелек, про кошелек, как я заработал на свободу маме, то есть при помощи маленького количества слов он говорит об очень многом. Окей, как вы считаете, почему мы живем в таком мире, где условно стихи про снег и про красоту мира менее востребованы, чем по соси? Ксения, мне кажется, что они не менее востребованы, просто немножко другим языком говорится, в принципе, о том же самом. Поняла? Говорится все о том же самом, просто другим языком. То есть, как бы, тоже о красоте. Романтика стала другой. Романтика стала другой, да. Кстати, Санс, насчет Пушкина, и как-то я смотрела Россия 24, и один очень серьезный дядя в серьезном пиджаке рассказал, что, а вы знаете, это Россия 24, по-моему, канал был, да, Россия 1, вы знаете, что вот какой ужасный кумир у нашей молодежи, Моргенштерн, вот я понимаю, раньше был Пушкин, Шолохов, и я понимаю, что этот дядечка в серьезном пиджаке ограничился тоже Пушкином именно двумя стихами из нашей школьной программы, которую я тоже, дядечка, знаю. Эти стихи. И он, наверное, не знает, что в то время гений Пушкин дворянским обществом не принимался, у него были вот эти фривольные формы общения, у него были дерзкие выходки, его дворянское общество не принимало. Он вообще из-за телки умер, он дурак, блин. Да, и признали его гением через 120 лет, но, тем не менее, он позволял себе очень дерзкие выходки, которые не воспринимало общество той эпохи. Точно так же. Да нет, это же классика. Правильно я понимаю, что вы сейчас изящно проводите параллель между Моргенштерном и Пушкин. Конечно. А знаешь, я это вчера увидела. Я это вчера увидела. Как-то вчера, я думал давно. Нет, это вчера, я вчера посмотрела Россия 24, я вчера видела просто. Не, вообще во все времена же всех кумиров поносили старшее покорение. А потом спустя какое-то время они становились вдруг классикой. Конечно. Тот же Высоцкий, да, например. Да, абсолютно. Как его Сектор Газа, да. Проходит время, классика, легенды. А вот сейчас говно. А вы знаете, вот тоже вот эпохи, очень важные моменты затронули, у времена, у нравы, да. То есть, посмотрите, вот люди всегда говорят, раньше было лучше, раньше такого не было. Но это говорить, это как минимум не знать историю, как минимум даже не знать 90-х. Как что раньше не было такого? Вы 90-е вспомните, какое-то натворилось там. В ресторан могла забежать братва, схватить чужих женщин, изнасиловать, и никто ни за что не отвечал. Утро начиналось с программы дорожный патруль, там за прошедшие сутки в столице случилось столько-то убийств, краш, изнасилований, поджогов автомобилей, и это все было как бы нормально. А в советское время, а эти гулаги, а в тюрьмы какие страшные были. Да что говорить, посмотреть на Красной площади, голубы рубили раньше. А что было во времена Древнего Рима, император Нерон, вот этот вот там, где просто был извращенец, садист, и как развлекалось знать раньше, выезжал на колесницах простой люд насиловал и так далее. То есть, ничего хуже не становится. Да вот это все равно, что говорить, что вот раньше помните, какие телефоны были классные. Я помню, какие раньше были телефоны классные. Это были не телефоны, а чемоданы. Поэтому все становится лучше, я надеюсь, что каждый из нас станет лучше. Если я заинтересовал этим интервью кого-то, посмотрите обязательно, потому что оно огромное, тут два с половиной часа мы не будем с вами, конечно, смотреть. Тут будет очень много и личная жизнь Моргенштерна, и его жена, и его мама, и его свадьба. И очень, как бы, если хотите эту личность раскрыть для себя, раскроете. Я показал просто, что все может меняться, и меня заинтересовало, конечно, почему у него все накинулись. И кто не подписан на канал, кстати, подпишитесь, и мы закончим это видео очень позитивным моментом, какое креативное кольцо Моргенштерн подарил своей супруге. Супруги. Охуеть. Красиво, да. И они соединяются друг с другом. И все открывается. Класс. И все с ключиками, и они прям открываются ключиками. Дикольно. Это браслеты такие, да? Ну, это как бы... А, нет, я думала, это браслеты. Это же наручники на пальцы. Ё-а-а-а. И мы с моим любимым друг друга соединим. Охуеть. Подожди, а как вы потом это носить будете? А, тут снимается... И цепь можно как браслет надеть, и на браслете у тебя висит ключик, от типа, вот этого, от браслета твоего супруга. То есть это вот, да, ключ от брака. А это снимаешь, и потом еще... Так что пиздец. Пиздец.